Крипипаста Сейчас октябрь, или как я его называю, месяц кальция. Самый паранормальный и жуткий месяц, поэтому я решил сделать видео об одном из самых культовых персонажей Крипипасты. Джефф Зе Киллер. Ну или Джефф Убийца, как кому угодно. Скорее всего уже все из вас в курсе, кто это такой, поэтому тратить время на объяснение я не буду. Если вы все-таки не знаете, то в описании я оставил ссылку на статью. Но я не буду говорить про самого Джеффа. Я хочу поведать вам о его легендарной фотографии. Вернее, откуда она могла пойти. И слово «могла» очень важно, ведь точного ответа до сих пор никто не знает. Есть только теории, но их достоверность еще не подтверждена. Вообще, принято считать, что впервые Джефф появился на одном японском сайте. Причем их там было двое. А 2 августа 2007 года на ютуб было загружено следующее видео. О чем оно мне сказать тяжело, так как японские я знаю плохо. Но нас сейчас интересует то, что в один момент проскакивает изображение Джеффа. И из-за того, что это изображение появилось на ютубе, оно начало довольно быстро распространяться. Хорошо, картинка пошла с японских интернетов, но как она оказалась там? Если это какая-то фотография, то где и как она была снята? А если это фотошоп, то фотошоп чего? Очень долгое время ходил слух, что Джефф это отфотошопленная картинка Кэти Робинсон. Девушка запостила свои фотографии в 4chan и попросила комплиментов. Но 4chan есть 4chan. И мало того, что никаких комплиментов Кэти не получила, так еще и за место них пользователи этого сайта начали всячески отравить и издеваться. Делая с ней всякие фотожабы и что якобы Джефф the Killer был одной из них. В итоге она всего этого не выдержала и по слухам покончила с собой в 2008 году. Вот только если сделать поиск изображения Кэти в гугле, то выясняется, что никакая она не Кэти Робинсон, а Хэзер Уайт. Можно также обнаружить, что Хэзер сидит на разных сайтах и по сей день, что странно, учитывая то, что она якобы скончалась в 2008 году. Так что никакой Кэти даже и не существовало. А кто тогда существовал? Есть один слух, но к большому сожалению существенных доказательств у него нет. Старожилы Фучана говорят, что была некая девушка. Она, как и выдуманная Кэти Робинсон, искала внимания и комплиментов, поэтому выкладывала свои фотки. Эти треды, к сожалению, не сохранились, поэтому я и говорю, что доказательств нет. Зато сохранились некоторые фотки. И боже мой, просто посмотрите на это. Такое же освещение. Такие же черные волосы. Мне лично кажется, что это определенно оригинал Джеффа. Но это пока что так и не было подтверждено. А что думаете вы? Откуда взялась фотография убийцы Джеффа? Является ли это фотошопом той девушки с Фучана? Или у вас есть своя теория? Пожалуйста, пишите свои предложения в комментариях. А с вами был Тайфун. Всем пока. Желаю вам в этом месяце побольше кальция в костях. У-ху-ху-ху. Субтитры создавал DimaTorzok